Доброе утро, дорогие друзья! Мы начинаем наш традиционный урок Торы и сегодня у нас благодарность 11 урок в теме благодарность номер 11 запись и в телеграме вы тоже можете присоединиться к уроку кто любит смотреть в телеграме пожалуйста кто любит смотреть в фейсбуке велкам кто любит смотреть в ютюбе тоже есть такая возможность видите уже есть за что благодарить всевышнего потому что это же удивительно все эти возможности которые нам дает в нашем поколении насколько они насколько они эти возможности просто фантастические удивительные невероятные и если бы мне в моем детстве сказали что когда-нибудь это как ты будешь вот так вот сидеть в Иерусалиме и проводить урок Торы на 250 человек я бы вообще нет я бы ни одного слова не понял как каким образом я из Харькова могу попасть в Иерусалим каким образом я могу проводить вообще Тора что такое Тора и каким образом вообще можно возможно сидеть в Иерусалиме дома без каких-то особенных проводов вообще ну как то есть это это просто было каждое слово было бы нереально а мы видим что это реально поэтому слава Богу спасибо Всевышнему что у нас есть такая возможность и особенно спасибо что можно изучать какую прекрасную книгу спасибо Равшаламу хорошо я думаю что надо будет как-то сходить взять у него интервью сказать что мы его книжку изучаем что тысячи людей по его системе при присоединяются ко Всевышнему он очень обрадуется и взять у него интервью какие-то нам советы и благословение благословение праведников очень сильное а благословение тех которые возвращают к Торе это самое сильное потому что как сказал пророк и шаял по-моему что тот кто вытаскивает драгоценность из мусора к эпитихе как он скажет так будет то есть Всевышний за то что к нему вернули а значит вытащили душу да божественную вернули к Всевышнему то тот кто этим занимается а мы как раз этим и занимаемся как он скажет так и будет огромная сила благословения а на счету Равшалом Аруша я думаю что ну не меньше чем 50 тысяч человек которые благодаря его книгам стали религиозными стали служить Всевышнему стали соблюдать заповеди то есть он он большой большой цадик и так значит одиннадцатый урок в теме благодарность одиннадцатый урок теме благодарность он начинается с того что он говорит но есть же такая вещь как скорбь по храму то есть есть в молитвените в Сидоре есть молитва которые читают в полночь плачь по храму значит и пока храм не восстановлен мы эту молитву читаем дальше есть специальный период с семнадцатого тамуза по девятая ава называется Беном и Царим между между теснин когда прям есть есть заповедь что уменьшают в радости каждый день радуется чуть меньше и меньше есть девятая ава день плача день это день когда заповедано плакать день скорби он говорит так что он говорит вот тут как раз как раз и скрыть секрет он говорит что нужно знать как правильно служить Всевышнему когда нужно радоваться радоваться когда нужно плакать плакать и даже во время плака во время плача следует плакать лишь правильным плачем сейчас мы знаем что такое правильный плач. Плач в ностальгии, а не стенании и нытья. То есть есть правильный плач, это плач в ностальгии, а не стенании и нытья. Хорошо. Значит, зачем мы плачем о храме тогда? Это же было давно, что был храм, первый храм, второй храм, но разрушены они. Он говорит, мы плачем, нам жалко, когда был храм, это было так, так хорошо. Я, значит, вчера как раз был у одного своего друга, и мы вспоминали, как он первый раз поехал к Равзильберу, Равыцких Зильбер. И он приехал, он тогда был такой нерелигиозный, несоблюдающий, все, он увидел Равыцкака. И, значит, начал, ну, Равыцкак его позвал, они начали разговаривать, и он ему говорит, вы знаете, у меня такая пустота в жизни, вот я там, он переехал тогда в Израиль, не могу себя найти. Равыцкак ему говорит, так сядь, поучись, сядь, поучись, значит, поучи Тору, все. И он, значит, сел, поучился. Вот уже 22 года он религиозный, он учится, он это полностью изменило. Одна встреча, один разговор полностью изменила его жизнь. И когда Равыцкак ушел в 2004 году, он умер, то, Зихрана Леврахат, то те люди, которые вот от его света питались, как бы, да, которые, которые от него заряжались, которые были его учениками, советовали с ним, включая меня, все, жизнь опустела. И он умер, как раз ушел из этого мира 8-го ава, 9-го ава были похороны. И, значит, каждый год вот чувствуешь вот эту вот потерю. Он говорит, так же надо плакать о храме. То есть, нужно ностальдия, воспоминание о том хорошем, что было тогда, оно вызывает плач. Теперь это называется правильный плач. Теперь, но главное, зачем мы это делали? То есть, мы же все делаем для... Человека же интересует не прошлое. Прошлого нет уже, прошлое ушло, безвозвратно ушло. Человека интересует счастье в настоящем. То есть, каждый человек хочет быть счастлив сейчас, в данный момент и счастлив в будущем, потому что будущее еще не наступило. Теперь прошлое нужно использовать только для того, чтобы быть более счастливым сейчас и более счастливым в будущем. Вот единственный смысл возвращаться в прошлое, чтобы сделать себя более счастливым в настоящем и в будущем. Теперь, зачем мы тогда каждый год возвращаемся к разрушению храма? Для того, чтобы серьезно отнестись к причинам разрушения храма и понять, что мы утратили. И осознать еще раз, что главная причина того, чтобы был храм разрушен и до сих пор не построен, это то, это нытье, это нытье, недовольство, неудовольствие, которое порождает все зло в мире. Когда человек чем-то недоволен, это и есть причина зла. Не то, чему он недоволен причина зла, а то, что он недоволен, это и есть причина всего следующего зла, настоящего зла и следующего, которое приходит в его жизнь. И какое лечение против этого? Благодарность. То есть, это как бы такая простая схема, но он говорит, что именно она работает в любой вообще сфере жизни. Это универсальное излечение. Дальше он продолжает. Значит, приводится история в трактате Макот в Талмуде. Рассказывается о Рабане Гамлееле, Рабе Лазарбе Назаре, Рабе Юшуа и Рабе Атива. Было четыре великих раввина, которые были прямо самые главные раввины того времени, две тысячи лет назад они жили. И вот они шли в Рим для того, чтобы встретиться с императором. Какие-то были у них в Риме дела. То есть, как сейчас едут многие раввины в Америку, там встречаются они, есть великие раввины в Америке, Любачский Рэб был в Америке и так далее. Едут иногда из Израиля раввины в Америку и там встречаются с императором. Так, это было еще две тысячи лет назад тоже. И вот они подъезжали к Риму и слышали они шум радости. Было прям огромный-огромный шум там колизей, цирки, какие-то театры. Они все время пили, там орди устраивали, веселились, смеялись, рабов убивали. Там, ну, такие были, веселились. И начали плакать. Рабан Гамлиэль, Раби Ушой, Раби Лизар, Беназаре. Заплакали, говорит Талмуд. А Раби Атива начал радоваться и засмеялся. Мы видим, четыре человека слышат один и тот же звук, смотрят на одну и ту же картинку. Трое, и все мудрецы. Трое плачут, один смеется. Они ему говорят, а чего ты радуешься? Раби Атива говорит, а вы чего плачете? Это вот как раз еврейская, откуда отвечать вопросом на вопрос. Они ему говорят, а чего ты плачешь? Типа, они выступают с позиции, наши трое, мы плачем. А, мы плачем, значит, у нас больше это правильно. И они ему говорят, чего ты радуешься? Ты странный, ты как бы вышел из правила нашего, да? Он им говорит, а вы объясните, чего вы плачете вначале? То есть, что видно из этого вопроса? Что плачет не из-за события, плачет из-за объяснения события. Сказали они, а как же нам не плакать? Ведь те идолопоклонники пребывают в радости, покое и мире, так что их радостные критики слышны издалека. А мы, чей храм сожжен, они разрушили наш храм и построили колизей, забрали все из храма в Рим, в грабители, все. Мы не заплачем, видя, как они радуются, когда у нас все разрушено. Отвечал им Раби Атива. Наоборот, он говорит, именно по этой причине я и радуюсь. Вообще непонятно, как? То есть, они слышат одно и то же. Эти объясняют, объясняют, дали объяснение, почему они плачут. Очень логичное объяснение, что идолопоклонники радуются, а храм разрушен, мы страдаем. Раби Атива говорит, а я поэтому радуюсь. Непонятно. Сказали они ему, объясни, не только нам непонятно, они великие мудрецы, им тоже было непонятно. Сказал он, если мы видим, что у нарушающих волю Всевышнего такая радость и успех, то тем более какая же радость будет у исполняющих волю его. Несомненно, народ Израилеву достоится бесконечно большей радости. Он говорит, смотрите, то есть, мы верим в Бога, то есть, вся система работает. Даже то, что храм разрушен, это было предсказание Всевышнего, именно 9-го Ава. То есть, мы видим, что каждое слово Всевышнего, каждое слово Торы, это истина. Я Всевышний сказал, если вы будете плохо себя вести, будете ныть, будете жаловаться, будет причина разрушения второго храма была беспричинная ненависть друг к другу. То есть, это тоже, что такое беспричинная ненависть? Это мне не нравится ты, я вижу в тебе твою сторону негативную, я вижу в тебе то, что мне не нравится. Это называется беспричинная ненависть. То есть, как можно сказать, что она причинная, но по факту она беспричинная. Я бы мог видеть другую сторону. То есть, я выбираю видеть ту сторону, которая мне не нравится. И, значит, храм был разрушен. Раби Атива говорит, вот, все, говорит, все понятно. Если, говорит, идолопоклонники сейчас смеются, ну, остались же те, которые все соблюдают, видят других хорошие, радуются, как раби Атива, соблюдают всю Тору. Он говорит, так, конечно же, будет все хорошо, и вторая часть пророчества сбудется, что в итоге будет все хорошо, будет построен третий храм. Продолжает раб Шоломаруш. Раби Атива видел в любой ситуации лишь хорошее. Даже когда храм разрушен, а гневящие Господа веселяться и радуются, он делает из этого печального события оптимистический вывод. И радуется, и благодарит Всевышнего, и радуется. Теперь дальше. Дальше шли они, шли. Рассказывается про них еще одна история, про этих же мудрецов. Они поднялись на Ара Цуфим. Это недалеко как раз здесь. И увидели то место, где стоял храм. И они порвали свои одежды, как требует закон. Это знак скорби. Тот, кто видит разрушенный храм, он разрывает одежду, так чуть-чуть надрывает. И дальше они пошли, пошли. И увидели лисицу, выбегающую из места, где была святая святых. Опять мудрецы заплакали. Начали они плакать. А Раби Атива снова возрадовался и засмеялся. Он говорит, ага, ага, ага. Вообще, представляете ситуацию? Четыре мудреца такие. Ну, прямо такие, они в возрасте уже все были. То есть, всем было такие уже в возрасте. Там по 80 лет, например. И они начинают плакать. Ну, реально, они, прям, сердце у них разрывается. А Раби Атива смеется. Они ему говорят, о чем ты теперь радуешься? А он отвечает, а вы от чего снова плачете, скажите? То есть, еще раз, вот тут интересный момент. Обратите внимание на этот вопрос. Это не просто так. Человек и плачет, и радуется не от события, а от своей интерпретации события. От того, как он себе объясняет. И Раби Атива их спрашивает, вы от чего плачете? В этом вопросе есть его, как бы, великая мудрость. Он говорит, вы чего плачете? Ну-ка, скажите, что вы себе рассказали? Они говорят, как же не плакать? Об этом месте написано, посторонний, который приблизится, да предан будет смерти. Это святая святых, самое святое место вообще в мире. А в нем сейчас стоят лисы, и мы не заплачем. А вот о чем ты смеешься, они ему говорят? Вот это вот вопрос. Раби Атива им отвечает. У пророка Ишаяу есть слова, которые связывают утешительное пророчество Захарии с пророчеством разрушения, сделанным Урией. Это означает. В общем, тут есть несколько пророчеств. В одном из них сказано. «Как поле вспахан будет сие». То есть будет разрушен храм. Это было в пророчестве предсказано. А в пророчестве Захарии сказано. «Еще будут сидеть старики и старухи на площадях Иерусалима». Это пророчество о днях Машеха и полном избавлении. И сказал Раби Атива, смотрите, если бы не был разрушен храм, можно было бы подумать, что Машех не пришел, когда же он придет, все. Но если уже сбылась первая часть пророчества, что храм разрушен и распахан, и ремляне распахали это место, где был храм, так значит, сбудется и второе, и настанет спасение, полное избавление, придет Машех, и радость и веселье для всех евреев, поэтому я смеюсь и радуюсь. Услышав это, мудрецы воскликнули. «Атива, утешил ты нас, утешил ты нас». Значит, вот здесь мы видим такую вещь. Такую мы вещь видим, что как бы человек не рассказывал себе и другим, что у него есть причина плакать, и что у него есть причина, и эта причина настолько причина из причин, и все, вот он прямо нету объективно. А как же нам не плакать? Мудрецы сказали. Раби Атива говорит, можно. Все зависит от твоего желания, от твоего намерения, от твоей интерпретации. И нет, Эстер вот тоже, Эстер слушала-слушала и тоже говорит, чаще плачет неудобств в своей жизни. Нет, неудобств в своей жизни, от того, что ты себе рассказываешь про эти неудобства, потому что когда человек сидит, например, не дай бог, в тюрьме, и его приговорили к смерти, и он сидит, значит, в тюрьме, ему потом говорят, слушай, ладно, мы тебя освобождаем от смерти, но жить ты будешь вот тут вот в шалаше, с кроваткой такой, ну вообще даже с матрасом из соломы. Он говорит, в шалаше, с матрасом из соломы, спасибо Всевышнему, я буду жить, слава Богу, какая разница, шалаш, не шалаш, все, мне уже все, я жить буду, отлично. Другому неудобно, у него неудобная там, я не знаю, что ему еще может быть неудобно, работы у него нет, например, да нет у него работы или там тяжелая работа. Все, теперь он приходит в больницу, ему говорят, вы знаете, у вас, не дай Бог, там такая болезнь, что вы теперь ходить не будете. Он говорит, я не буду ходить. Мы говорят, да, да. Он начинает, конечно, плакать, понятное дело. Потом ему приносят, говорят, ой, ошиблись, это ошибка, извините, не сработала лаборатория, вы будете ходить. Вы говорите, я буду ходить, слава Богу, и на работу смогу ходить. И домой зайду, да, вау, все. Все, плачь, нет неудобств жизни. Плачь от интерпретации неудобств в жизни. Теперь, значит, это то, что мы сейчас поняли из этих двух историй про Раби Атьеву. И даже про храм, то есть весь вопрос не в том, что происходит. Весь вопрос в том, как ты, все зависит от восприятия. Но еще глубже, все зависит от намерения. Потому что восприятие определяется твоим выбором. Вот в этом весь, как бы, главная суть того, что нам пытается Раб Шаламарош объяснить. Что видеть хорошее, это выбор. Искать хорошее, это выбор. Быть счастливым, это тоже выбор. Быть позитивным, это выбор. Это не вот у кого-то, ну я вот такой, я так вижу, да. Ты так видишь, потому что ты так хочешь видеть. Если ты захочешь видеть по-другому, у человека есть свобода выбора. И он выбирает внутри себя, куда он двигается, свои реакции. То есть, это основа Торы, свобода выбора. И Бог сказал, выбери жизнь. Кто-то выбирает смерть, кто-то выбирает зло, кто-то выбирает расстраиваться, кто-то выбирает полупустой стакан, кто-то выбирает оправдывать свой негатив и говорить, что, ну, я не могу по-другому. Это выбор. Основа Торы, у человека есть свобода выбора, и каждый из нас реализовывает эту свободу своими, в первую очередь, намерениями. И если, говорит Рав Саламаруш, если ты выберешь намерением быть благодарным, видеть добро Бога, благодарить, и выберешь намерением не ныть, не жаловаться, не обвинять, а благодарить, радоваться, любить Всевышнего, и понимать, что все от Него, и все только хорошее, то ты, как рабе Акива, будешь смотреть на те же самые вещи, видеть нехорошее, и радоваться, смеяться. И рабе Акива, он был в этом экстремист, он был просто самый экстремист и позитивный раввин за всю историю. Даже когда его римляне казнили, убивали, а значит, они его убивали, и ученики говорят, это Тора, это награда за Тору, он говорит, молчите, всю жизнь говорил в Шмае Сраэль, будь готова дать душу за Всевышнего. И сейчас мне так повезло. Он говорит, вы что, конечно же, это джекпот, я об этом всю жизнь мечтал, но нельзя насильно как бы это делать, но говорит, сейчас мне повезло. И он ушел на Шмае Сраэль, Ашем Лакэн, Ашем Эхад, и на Эхад вышла его душа, и он, мы с тех пор говорим про рабе Акива, это самый великий раввин за все последние, там, я не знаю, две тысячи лет. Интересно, что он похоронен, похоронен он в Твери, вот рядом две могилы, рабе Акива и Рамхаль. Вот, интересно очень, такая у него жизнь была, рабе Акива. Хорошо, одиннадцатый урок, раб Зелик Кристин, это практические инструменты, практические инструменты благодарности, и здесь он говорит нам такую вещь, шаббат, день благодарности, шаббат, день благодарности. Есть у нас, каждый седьмой день шаббат, и мы в шаббат говорим, что это шаббат, день седьмой, в память о сотворении мира, то есть каждый шаббат мы берем, отключаем всю работу, как бы день этот, отключение от всей материальной деятельности, семь дней будет делаться твоя работа, седьмой день для Бога. Берешь стакан с соком, виноградом или с вином, и говоришь, что это день для Всевышнего, в память о сотворении мира. Теперь, почему в память о сотворении мира, это день благодарности? Есть в Талмуде, вот тут прямо написано, в Санедрин, тридцать седьмой лист, написана такая вещь интересная, что каждый человек обязан говорить, что этот мир был создан для меня. Очень удивительное высказывание, да, с одной стороны надо быть скромным, с другой стороны ты должен, прямо написано, должен, облигейтед, говорить, весь мир был сотворен для меня. Как это сочетается? Значит, человек, который, который родился, осознает, понимает, он является неким центром мира, который он воспринимает, то есть весь мир происходит в его восприятии. Получается, Всевышний создал лично для меня, для Искака Пентусевича или для вас, создал этот мир, потому что раз вы есть, он дал вам появиться, душа там, все организовано, вы в этот мир пришли не просто так, все было организовано, чтобы вы в нем появились. Значит, этот мир для вас, если он для вас, значит, вы вспоминаете сотворение мира, вы говорите Всевышнему, вау, ты сотворил этот мир для меня, столько времени ты готовил, чтобы я сейчас его воспринимал, чтобы я жил сейчас в этом поколении, и тот, кто это осознает, понимает, он, естественно, радуется очень сильно, потому что благодарность это источник счастья, благодарность это источник радости в жизни, благодарность это источник близости ко Всевышнему, благодарность это источник всего хорошего, и неблагодарность И это источник всего плохого. Теперь получается, что если ты в шаббат говоришь «Спасибо, это день» в память о сотворении мира, и ты целый день наслаждаешься тем, что происходит, что значит наслаждаешься тем, что происходит? Ты просто наблюдаешь за этим миром, который сотворен для тебя. Ты ничего не делаешь, ты просто наблюдаешь, получаешь радость и благодаришь Всевышнего. Это специальный день благодарности каждый шаббат. Дальше он говорит, что если ты ассоциируешь шаббат с благодарностью, тогда все твои приготовления к шаббату, они будут тоже, они прикреплены к этой благодарности. То есть я, который готовится к шаббату, например, я когда перед шаббатом иду в магазин, я очень не люблю ходить в магазины, я считаю, что вообще я лучше бы не ел, чем ходить в магазины. Но я когда иду в магазин, каждый шаг я думаю, вот я сейчас не просто, я выполняю заповедь, я готовлюсь к шаббату, я хочу, чтобы вот это было, иначе я просто бы не мог, да, то есть в моей как бы системе координаты это очень, ну, я не люблю ходить в магазины. Но когда я иду в магазин для шаббата, каждый шаг он прикрепляется к шаббату, к выполнению заповеди. Еще очень люблю выполнять заповеди Всевышнего. Все, не важно, что ты делаешь, не важно, что происходит, важно, как ты себе это интерпретируешь, и как ты себе в голове это объясняешь. И кто-то объясняет, что все, спасибо Всевышнему, и он счастлив, кто-то объясняет, что все плохо, и он несчастлив, это выбор. Ну, естественно, здесь он приводит историю, как пришел один человек в семью, в которой жена была очень в стрессе от шаббата, подготовка, то есть она очень была в стрессе. А он ей сказал, что повторяй для себя, I am grateful that I have food to cook and prepare. Он ей посоветовал, он говорит, смотри, если ты в стрессе, то это значит, что твои мысли как-то идут неправильно. Поэтому, повторяя, когда ты готовишь, я счастлива, что у меня есть еда, которую я могу готовить. Я счастлива, что у меня есть дом, который я могу очищать. Я счастлива, что у меня есть прекрасные дети. То есть, когда ты будешь это повторять, да, вот эту фразу, grateful, несчастлива, я благодарна. Я благодарна for my precious children, я благодарна за моих прекрасных детей, я благодарна за дом, который мне надо чистить, я благодарна. То есть, если ты будешь наполнять все, что ты делаешь, вот этой интерпретацией благодарности, то, конечно же, у тебя будет совершенно другое настроение. И что интересно получается, еще раз давайте вернемся к тому, что написала Эстер, что человек несчастлив из-за тяжелых условий. Человек несчастлив из-за своей интерпретации, из-за своего выбора быть несчастливым. Потому что любые тяжелые условия для кого-то или для этого же человека, если его лишить сейчас всего, а потом вернуть, он скажет, Господи, спасибо, 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 я так счастлив. Как сейчас, когда началась в Израиле война, все было страшно. И я думаю, Господи, верни, пожалуйста, то, что было. Было так прекрасно, так хорошо. То есть, когда я когда-то показывал такую как демонстрацию, брал три ведра. Горячая вода, холодная вода и комнатная вода. Человек засовывает руку одну в горячую воду, одну в холодную воду, потом вытаскивает и засовывает обе руки в комнатную воду. Одна рука чувствует комнатную воду как какую, та, которая пришла из горячей, чувствует как холодную, та, которая пришла из холодной, чувствует как горячую. И ты прям реально это чувствуешь, что ты не знаешь, какая вода. Все зависит от твоего восприятия. Все. Значит, кто хочет, услышал, и у него есть намерение теперь благодарить, радоваться, любить Всевышнего. Кто не хочет, он не хочет. Все, это его выбор. Всем хорошего дня, прекрасного дня. Спасибо Всевышнему, что вы пришли. Спасибо вам, что вы пришли. Спасибо вам, что вы помогаете в Айкре. И сейчас мы делаем дополнительную деятельность, которую мы расширяем. Поэтому, если у вас есть возможность помогать, слава Богу, что Всевышний дал вам возможность помогать. И спасибо вам за вашу помощь. И всем раненым выздоровления, чтобы отпустили всех пленных, детей, женщин, стариков, чтобы быстрее они вернулись. Самое страшное сейчас находиться в плену людоедов, которые их мучают. Поэтому я очень прямо сопереживаю, но я вижу уже ту радость, которая будет, когда они вернутся. И они после этого скажут, что все, все, что у меня есть, это счастье. Все, что у меня есть, это радость. Сейчас те, кто находятся в плену, они все думают, только бы спастись, только бы Всевышний мне вернул то, что было. Я буду всю жизнь счастливым. И дай Бог, чтобы Всевышний их вернул, и чтобы они всю жизнь были счастливыми. Субтитры сделал DimaTorzok